В городе Теракли 19 апреля прошел конкурс художественной самодеятельности среди учителей. Такое мероприятие районный профсоюз образования и науки проводит через год в три этапа. Цель конкурса – обмен опытом и сплоченность с педагогических коллективов. На суд членов жюри в составе представителя отдела культуры и профсоюза работников образования каждая школа представила свою программу. Репертуар артисты по регламенту могли выбирать из 12 жанров. Люди, чья профессия связана с ежедневными уроками, интегралами и формулами, показали, насколько педагоги – народ творческий и артистичный. Преподаватели разных предметов с задором отплясывали славянский танец и грациозно двигались в болгарском хороводе. Коллективное исполнение песни трогало за душу так, словно хор существует и поет уже долгие годы. А ведь на репетиции времени было не так уж и много. Такие конкурсы необходимы нам для того, чтобы коллективы городских школ, районных школ сплачивались между собой. Для того, чтобы мы чувствовали всегда чувство поддержки не только со стороны друг друга, нас, учителей, но и со стороны родителей, и со стороны детей. Мы должны не только учить, но мы еще должны показать, являться примером для детей. И что сегодня все учителя доказали. Мы должны участвовать в такого рода конкурсах, потому что именно такие конкурсы воспитывают любовь к родному краю, чувство патриотизма. Мы своим примером показываем детям, что всегда должны принимать участие в такого рода мероприятиях. Я считаю, что этот конкурс проходит в такие праздничные дни. И для меня этот конкурс, конечно же, это праздник. И я думаю, что это очередной повод встретиться со своими коллегами со всего района Тараклея. Я всех поздравляю с праздниками. Желаю мира, добра и всего самого хорошего. В концертном зале у всех собравшихся была прекрасная возможность наслаждаться зрелищными программами коллективов, которые собрались на заключительный смотр буквально из всех всего района. Оформление зала, костюмы, композиции, способ отражения выбранной темы – вот те критерии, по которым судейская бригада выбирала лучший самодеятельный коллектив. Выступления артистов будут оценивать как ученики, так и коллеги, которые пришли поддержать свою школу. АПЛОДИСМЕНТЫ Несмотря на то, что учителя Тараклийского района оказались в таком сложном положении, такая сложная ситуация была с невыплатой заработной платы, с изменениями в реорганизациях, в реорганизации народного образования Тараклийского района, эти люди нашли в себе силу, нашли в себе жизненный запал, энергию и пришли показать, что они не просто учителя, они великолепные люди, чудесные артисты, что они достойны своего места, как они поют, как они танцуют, это мастера своего дела. Очень мне понравилось это выступление, особенно второй школы, потому что учителя наши, мы очень давно их знаем, и даже танцуют как настоящие артисты, и в дальнейшем хотелось бы их также увидеть, посмотреть на них. Я был очень рад, что наши учителя так умеют петь, танцевать, я даже не знала. Я никогда не думала, что они умеют, и оказывается, все очень красиво было. Каждая школа представила очень красивые танцы, песни, стихи, баллады. Учителя как будто занимались этим всю жизнь, танцы просто шикарно поставлены. Я очень рада, что в нашем городе есть такие школы, учителя, которые могут подготовиться к таким мероприятиям. Педагоги, чьи номера, по мнению жюри, оказались лучшими, примут участие в районном конкурсе 11 и 12 мая. Хор первое место Твардица, теоретический лицей, инструментальный ансамбль, первое место Дом детского творчества, эстрадные танцы первое место, теоретический лицей номер 2, народные танцы, теоретический лицей номер 2, семейные Дом детского творчества, вокальные ансамбли, теоретический лицей номер 1, В сольном исполнении первое место твардица. Первые, вторые и третьи места будут награждены денежными премиями и дипломами соответствующих степеней. Призовой фонд от районного профсоюза и управления образованием составил 6000 лей. Субтитры создавал DimaTorzok